Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного феофилакта архиепископа болгарского, часть 34. Толкование на 1 Тимофею 3.5 Но ныне, увы, куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретаются и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи. Комментарий Игнатия Лапкина. Признав себя творением Божьим, признав над собою владычество Господне и признав истинность всего написанного в Библии, человек должен заняться разрешением самого главного и трудного вопроса. Как ему спастись? Как не погибнуть для вечности? И, уверовав во Христа, приложить все силы, чтобы исполнить волю Божию о себе, исполниться Духом Святым и радостью служения Ему. И если Господь положит на сердце, что ты должен служить Ему пастырем и тем более архипастырем, то как ты должен к этому готовиться, познавая волю Божию ежечасно? Епископов называют ангелами церкви, и святые отцы учат обращаться к ним как к источнику мудрости, как к самому Христу. Какую ответственность это накладывает на них? Как же могло случиться, что они превратились в диких зверей? Деяние 20.29 Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Иоанн Златоуст, бесстрашный в обличении властей и церковного священно-началия, признавался, что никого не боится так, как епископов. Но они-то сами разве не видели себя? Разве не имели перед собой священного писания, чтобы сравнивать свою деятельность с написанным в нем? Как мало тех из них, кто вопиял вместе с блаженным Феофилактом? Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретаются и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! И у каждого епископа свой штат, свои защитники, лизоблюды и прихлебатели. И все искали епископского благосклонного взгляда, кидались ему под благословение и считали это за великое счастье и милость Божию. Разве это не говорит о полной слепоте окружения епископа? Если бы паста была под водительством Духа Святого, то неужели никто не сказал бы епископу о той смертельной опасности, в которой пребывает его душа? И тогда, быть может, обличаемые своими овцами, они могли бы пасть и принести всенародное покаяние перед Богом, говоря, «Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи!» Прошли времена лютых гонений, но они могут начаться, быть может, сегодня же. Бог дает передышку своему воинству. Во времена гонений, как говорят святые отцы и правила Карфагенского собора и Григория Неокессарийского, многие погрешали против своей совести и нанимали вместо себя язычников принести жертву, чтобы попасть в списки благонадежных граждан государства. И все эти отступления Церковь решительно осуждает. Тем более сотрудничество с властями, поставление в епископы при содействии властей, уполномоченных по религиозным культам и органам госбезопасности. На этом страхи и лжи пытались сохранить структуру управления Церковью, в кавычках «спасти ее». И это оправдывалось и продолжает оправдываться сегодня, в мирное время, что якобы Сергиевская декларация не является каким-то политическим документом, как говорит сегодня патриарх. Когда случались подобные падения епископов, патриархов, пап в первые века христианства, если они приходили в чувства и раскаивались, как святой папа Маркеллин, то они давали завещание Церкви не хоронить их, а отдать на съедение псам, память 7 июля. Они открыто обличали тиранов, становились мучениками, делаясь образцом для всех последующих епископов-отступников, которые кодили фимиамом восхваляли сатанинский режим. Они дали пример всем будущим отступникам, «Чтобы те могли, осознав свое предательство, тотчас сложить себя сам и в слезах вопиять, куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи!» Правила Вселенских, Поместных, Соборов и Святых Отцов отлучают от Церкви всех, кто молится с еретиками. Эти правила являются инструкцией по отношению ко всем ересям, экуменизму и Всемирному Совету Церквей, предтече Церкви Антихриста. А называющие себя православными епископы во главе с Патриархом участвуют в экуменических молениях, в этом дьявольском шабаше нечистой силы, давая пример своим посомам. Куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Григорий Богослов пишет епископам, «Вы, приносящие бескровные жертвы, достославные приставники душ, вы, которые восседаете на знаменитых престолах, превознесены, а в делах внутреннего благочестия не отличаетесь от прочих. Говорите с важностью о том, что делаете слишком легкомысленно. было время, что сие великое тело Христово было народом совершенным, а что ныне смешно то видеть. Всем отверст вход в незаппортную дверь, то есть к сану епископа. «Приходите сюда, уточневшие винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающий народ, листицы перед сильными, двоедушные, рабы переменчивого времени, приходите смело, для всех готов широкий престол. Все толпитесь около божественной трапезы, и тесняясь, и тесняя других. Кто смотрит на вас, тот пойдет противоположной стезей. И это единственная польза от вашей испорченности». Святитель Иоанн Златоуст «Что может быть беззаконнее, когда люди негодные и исполненные множество пороков получают честь за то, что не следовало бы позволить им переступать церковного порога? Ныне грехами страдают начальники церкви. Беззаконники же, обремененные тысячью преступлений, вторглись в церковь, откопщики сделались настоятелями. Эта бесчиня получила некоторый законный вид и особенно распространяется. «Если кто согрешил и обвиняется, то такой старается не о том, чтобы доказать свою невинность, а о том, чтобы найти сообщников для своих преступлений». Симеон Новый Богослов «Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смиренны худым и противным смирением, которые гоняются за славой человеческой, превозносятся над всеми внизу сидящими, незванно входят внутрь Христово святилище, вступают без хитона благодати Духа Святого, который они никоим образом не восприяли. Входя же, они показывают себя близкими Христу лицами, дерзко и самонадеянно они прикасаются к божественным тайнам». Цитата. «Кто вручит власть человеку вредному для церкви, тот будет виновен в дерзких его поступках». Как для избранных недовольно сказать в свое оправдание «я не сам вызвался, я не предвидел и потому не уклонился», так и избирающим нисколько не может помочь то, «если они скажут, что не знали избранного, но поэтому самому вина и становится большую, что они приняли того, кого не знали, и кажущееся оправдание служит к увеличению осуждения». Еще цитата. «Священник должен быть не только чист, но и весьма благоразумен и опытен во многом. Знать все житейское, не менее обращающиеся в мире и быть свободным от всего. Более монахов, живущих в горах, должен быть многосторонним. Говорю, многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободы и смелости и однако умеющим и уступать с пользой, когда потребует это положение дел, быть кротким и вместе строгим. Нельзя со всеми подвластными обращаться одинаковым образом. Еще цитата. «От чего происходят такие смятения в церквах? Я думаю, ни от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершается без разбора и как случится. Голова должна быть крепкой, а когда она сама по себе слаба и не может отклонять болезненных влияний, то и сама делается еще слабее и вместе с собой губит все тело». Иоанн Златоуст. Толкование на 1 Тимофею 4.14 Здесь апостол говорит о даре учительства, который получил избранный епископ. Комментарий Игнатия Лапкина. «Святитель Тихон Задонский говорит так. Пастыри должны тщательно поучать людей, порученных им, как их увещевает святой Петр. Пасите Божье стадо». 1 Петра 5.2 «Пасется же Божье стадо Словом Божьим и его святыми тайнами». И Павел Святой к тому же их побуждает. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Деяние 20.28 «И снова написал Тимофею и в его лице к святому пастырю «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай вещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофею 4.2 «Ибо пастыри вступили в должность апостольскую и непременно должны им следовать, те по всей вселенной проповедовали Слово Божие о пастыре, каждый на своих местах должны это духовное сокровище открывать людям, ибо погрешают пастыри, которые забывают этот долг». Цитата. «Немалый ущерб готовит себе пастырь, который спит вне овчего двора, потому что сон пастырей радость волкам, преподобный Ефрем Сирин». 1 Тимофею 5.17 «Толкование на это место блаженного фефилакта. Слова же апостол требует не хвостливого, но исполненного силы писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось». Комментарий Игнатия Лапкина. «Не случайно в русском народе есть поговорка попа узнаешь и в рогожке». То есть поведение и речь выдают человека, хотя бы он был одет и не по форме. У военных это походка и выправка. У священников особый, присущий только им снобизм все знания. Знание это действительно хорошее дело. Но священник это не энциклопедия знания. Он должен быть рупором Божьим. Пастыри сумели так приучить свою паству, что к ним обращаются как к конечной инстанции, как к самому Господу Богу. Слова же апостол требует нехвастливого, но исполненного силы Писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось. Осия 4.6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. Перед тем, как рукополагать в диаконы и в пресс-фитеры на эту ответственнейшую должность, особя комиссия из опытных проповедников, хорошо знающих Писания, должна проверять избранных народом из своей среды на глубокое знание Священного Писания. И всякий ответ пастыри в дальнейшем данный не по Писанию. И Боже упаси, вопреки Писанию, должен рассматриваться как тяжкое преступление против Бога и против своих посомых. И если это случилось трижды, должна быть наложена на пастыря и петемья, запрещающего его в служении, доколе он не будет хорошо знать Писание. Малахия 2.7 Ибо уста священника должны хранить ведение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Исайя 8.20 Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят как это слово, то нет в них света. И еще раз цитата Феофилакта Слово же апостол требует не хвостливого, но исполненного силы писания и разума, хотя бы оно и просто произносилось. Толкование на второе Тимофею 1.8 нет не то но или говорит спострадай мне ради благовестия или благовестием называет всех проповедников Евангелия и строителей тайн как и в послании к Коринфянам второе Коринфянам 9.12 Комментарий Игнатия Лапкина Удивительный архиепископ болгарский по сегодняшним меркам в нем нет ничего православного он не только ничего не приплетает к текстам из Библии но в его выражениях буквально перехлестывает в сравнениях о проповеди и о Евангелии в сторону восторженного возвышения дела проповеди благовестием называет всех проповедников Евангелия человек должен не только читать Евангелие проповедовать Евангелие но и сам должен быть живым Евангелием благой вестью Филимону 1.21 Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения 1 Коринфянам 2.2 Ибо Я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого Какой высокой наградой венчает Феофилакт всех проповедников о распятом и воскрешем Мессии благовестием называет всех проповедников Евангелия Кто из православных может претендовать сегодня на это звание Какой священник потянет на этот титул Какой архиерей к своим наградам может добавить это прозвище чтобы его назвали Евангелием благовестием Какой патриарх может сказать открыто честно стоя стоя перед любым святым проповедником прошлых веков и заявить о себе что Бог ему даровал это звание благовестием называет всех проповедников Евангелия Толкование на второе Тимофею 2.2 Поэтому учителю необходимо иметь два качества быть верным и учительным Комментарий Игнатия Лапкина Святитель Тихон Задонский говорит поучать нужно о самых важных для спасения потребностях коротко ясно просто и понятно простому народу при каждом учении должно быть краткое нравоучение на ту же тему учение нужно подтверждать священным писанием и толкованием святых и богоносных отцов и учителей церковных пояснять образами и историями примерами и доказательствами высоких богословских вещей можно касаться если случайно возникнет необходимость и то со всякой осторожностью везде нужно иметь предосторожность и крайне беречься от преткновения и соблазна чтобы понять что сегодняшние пастыри не знают писания и не знают толкования блаженного феофилакта побеседуйте с ними в присутствии человека знающего и то и другое вы в этом убедитесь в течение одного часа перед каждой проповедью перед каждой беседой каждый христианин и тем более священник должен просить бога в молитве о том чтобы цитата слово мое было из свидетельств писания поэтому учителю необходимо иметь два качества быть верным и учительным верным богу и его слову выраженному в священном писании а не вымыслом человеческим господь говорит пастыри отпали от меня Иеремия 2.8 пастыри сделались бессмысленны 10.21 множество пастырей испортили виноградник 12.10 они хвалятся ризами дипломами митрами и видели бедственное положение этих пастырей только отдельные люди как Серафим Саровский молившийся о них настольная книга священнослужителя том 3 страница 601 цитата господь 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 открыл мне что будет время когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте и зато гнев божий поразит их и сказал господь что не помилует их ибо будут учить учениям и заповедям человеческим сердца же их будут стоять далеко от меня конец 34 части 3 4 5 5 5 6 5 6 9 10 10 10 11